Буду восхвалять Господа, доколе жив, буду петь Богу моему, доколе есть. Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Блажен, кому помощник Бога Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его, Сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность, Творящего суд обиженным, дающего хлеб алчищем. Господь разрешает узников, Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет сагбенных, Господь любит праведных. Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову, А путь нечестивых извращает. Господь будет царствовать вовеки, Бог твой, Сион, в род и род. Аллилуйя. Хвалите Господа, ибо благо петь Богу нашему, ибо это сладостно, хвала подобающая. Господь созидает Иерусалим, собирает изгнанников Израиля. Он исцеляет сокрушенных сердцем и вращует скорби их, Исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Велик Господь наш, и велика крепость его, и разум его неизмерим. Смиренных возвышает Господь, а нечестивых унижает до земли. Пойте поочередно словословие Господу, пойте Богу нашему на гуслях. Он покрывает небо облаками, приготовляет для земли дождь, Произвращает на горах траву, Дает скоту пищи и выптенцам ворона, взывающим к нему. Не на силу коня смотрит он, Не к быстроте ног человеческих благоволит. Благоволит Господь боящимся его, куповающим на милость его. Хвали Иерусалим Господа, хвали Сион Бога твоего, Ибо он укрепляет в вере и ворот твоих, Благословляет сынов твоих среди тебя, Утверждает в пределах твоих мир, Туком пшеница насыщает тебя, Посылает слово свое на землю, Быстро течет слово его, Дает снег, как волну, Сыплет иний, как пепел, Бросает град свой кусками, Перед морозом его кто устоит? Пошлет слово свое, и все растает, Подует ветром своим, и потекут воды. Он возвестил слово свое Иакову, Уставы свои, суды свои Израилю. Не сделал он такого никакому другому народу, И судов его они не знают. Аллилуйя! Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, И ныне пресной, во веки веков, аминь. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава тебе, Боже! Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и пресно, и во веки веков. Аминь. Многомилостивый и всемилостивый Бог мой, и Господи Иисус Христос по Своей много любви сошел на землю и воплотился, чтобы спасти всех. И снова, Спаситель, спаси мне благодатью Твоею, молю Тебя. Ибо если по делам спасешь меня, то это не будет благодатью и даром, а более делом. Ей многие в щедротах и неизречены в милости. Ибо Ты сказал, что верующий в меня жив будет и не увидит смерти вовеки. Итак, если вера в Тебя спасает отчаявшихся, то веруй, спаси меня. Ибо Ты Бог мой Создатель. Вера же вместо дел да вменится мне, Боже мой, потому что совершенно не найти дел оправдывающих меня. Но эта вера да будет превыше всего, да ответит за меня, да оправдает меня, да явит причастником славы Твоей вечной. И да не похитит меня сатана и не похвалится Слово, что отобь меня Твоих рук и ограды. Но или хочу спаси меня, или не хочу. Христос, мой Спаситель, поспеши скорее. Скорее погиб я, ибо Ты Бог мой, очрева матери моей. Сподоби меня, Господи, возлюбить Тебя теперь так же, как возлюбил я когда-то свой тайный грех. И чтоб снова потрудиться для Тебя без лени, усердно, как прежде потрудился с сатане прельщающему. Особенно же потружусь для Тебя, Господа и Бога моего, Иисуса Христа, во все дни жизни, ныне и всегда, и веки веков. Аминь. Аминь. Святой Ангел, поставленный хранить мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержание мое. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе преобладанием этого смертного тела. Возьми крепко несчастную и опустившуюся руку мою и выведи меня на путь спасения. О, Святой Ангел Божий, хранитель и покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил Тебя во все дни моей жизни. И если я чем согрешил прошедшую ночь, защити меня в настоящий день и сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня, Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и сделал меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, своими святыми и всесильными молитвами отгони от меня смиренного и несчастного раба Твоего уныния, забвения, неразумия и нерадения, удали все скверные, лукавые и хульные помыслы из окаянного моего сердца и помраченного ума моего, и погаси полами моих страстей, ибо я у Бога несчастен. Избавь меня от многих пагубных воспоминаний и помыслов, и освободи меня от всяких злодеяний, ибо Тебя благословляют все роды, и причистое имя Твое славится во веки вечное. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии, Игнатий, Владимир, Никита, Надежда, Рахиль, ибо мы усердно к вам прибегаем, скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица Дева, радуйся, обрадана Мария, Господь с Тобою, благословена Ты в женах, и благословен плод чрева Твоего, яка родилась и Христа спаса, избавителя душам нашим. Непобедимая Божественная Сила Чеснага, Животворящего Креста Господи, не остави нас грешных, уповающих на Тебя. Спаси, Господи, люди Твои, и благослови достояния Твои, победа на сопротивные дары, и Твои сохраняя крестом Твоих жительствов. Спаси, Господи, помил отца моего духовного, родителей, сродников, благодетель, митрополита Илариона, епископа Евтихи, Вениамина, Агафангела, Диамида, Тихона, Антония, Священария Акима, Павла Геннадия, Сергия, Сергия, Василия Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амросия, Вадима, Зосима, Алипия, Андрея, Диаконов, Евгений, Александр, Михаила, Андрея и священников, Владимир, Максима, Андрея. Епископа Максима, митрополита Сергия, патриарха Кирилла, папа Венедикта, Франциска, Корнилия, митрополита, Диодора, спаси их и помилы. И дай нам еще священника, если угодно тебе, спаси и помилы, все священство, иночество и монашество. Смири власть и воинство их, дай им страх твой, чтобы они знали, что над ними ты есть царь, царей и Господь господствующий, дабы издавали мудрые законы и содействовали верующим. Владимира, Дмитрия, Александра, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана. И сохрани их от покушения на них. Слава тебе, Господи, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить таланты, дарованные тобою. И до сего пошли нам добрых помощников, наставников и советников. Слава тебе, Господи, слава тебе. Сохрани нас здесь от пожара, от воров, от нечистой силы и селения наших живущих там. Виктора, Андрея, Игоря, Игоря, Серапима, Алексея, Иосифа, Романа. И почти добрых жителей с детьми и сохрани школу. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, Щадоих, Виктора, Сергея, Себастьяна, Ведмилу, Нину, Алектину. И расширь пределы в общий, найди новые души. Побуди всех на благовестие, дабы ревностно стремились прославить имя Господне. Спаси и помилуй Валентину, Надежду, Александру, 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 Тамару, Анну, Алексея, Валентину, Болящую, Нину, Михаила, Нину, Болящую, Анну, Юрию и всех, с кем мы познакомились, кому возвестили слово истины твоей. Слава тебе, Боже наш, слава тебе, Аллилуйя. Посети болящих, парализованных Сергея, укрепи его и всем даруй здравия. Анастасия, Людмилю, Татьяне, Валентина и Валентину, Нину, Александру, Анну, Нилу, Надежду, Надежда, Галина и Галина. Спаси и помилуй нас, Господи. Благодарим Тебя за здоровье и за болезни, за друзей и за врагов. Умягчи их сердца. И в судный день не помяни их безумия и лжи, в чем они упражнялись. Обрати их на путь спасения Александра, Германа, Симона. Откроем истину к мою Господи. И отступников найди. Николая, Михаила, Александра, Юлию. Ты их всех знаешь, не дай им погибнуть. Путешествующих, Раису и Льва, спаси и помилуй. И от пьянства избавили Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. И все наше родство найди. И в такие Валентина, Ирину, Татьяну, Маркунину, Ольгу, Елену, Татьяну, Марию. Это наше сокровище, сайт и форма, что на нем есть, ты сам сохрани и защити, и трудящийся на нем. Дмитрий, Виктор, Сергей, 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 Андрея. Слава Тебе, Божий наш, слава Тебе. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Упокой, Господи, в обительных небесных усопших отец и братья наших, и же с верой и надеждой на воскресение жизбейшего, отошедшего от жизни сей. Ибо нет человека, который, живя на земле, не согрешил бы, упокоив в месте светлом, в месте прохладном. И сотвори им вечную память, вечный покой. Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Слава Тебе, наш Бог Иегова, а в воочи. Свят, свят, свят Господь Саваок, вся земля полна славы Его. Аллилуйя. Благодарю Тебя, Господи Божий мой, за день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой, ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи, дивный Создатель, за тот день, в который дал мне в руки Святую Библию и указал на толкование святых отцов, как на истину. Аллилуйя. Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа, Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя. Ангел Христов, Хранитель мой святой, моли Бога о мне грешнем. Благодарю Тебя, мой ангел, за эту ночь. Столько лет Ты хранил от видимых и невидимых опасностей. Не покинешь смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою помытарством, и веди ее навеки в вечное Царство Христа, Бога нашего. Аллилуйя. Ян Креститель, претеща Христом, моли Бога о нас. Мы учи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным, и никогда никому не завидовать и не роптать. И, конечно, ему дары жилье Сергея и Гавриила. Святитель Христов Никола, мерликийский чудотворец, образ крутости воздержания, добрый архипастырь словесных овец. Моли Бога о нас, укрепи народ Твой, Господи, чтобы не страшиться ни царей, ни отчальствующих, и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Молите Бога на святые пророки Божии, Илья, Елисей, Инох, Моисей, Самуил, Аарон, Иоавель, Ноя и Осип, Патриархи, Езра, Неемия, Мос, Наум, Исаия, Иеремия, Варах, Изыки, Иосия и Аиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отрехи, Пророк Михей, Авраам, Исаак, Яков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего нашего отшествия не заставлен и с неготовлен, но чтобы вышли навстречу Тебе с горящими святильниками истинной веры и сосудами полными Илья добрых дел, соделанных в Духе Святом с любовью. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы, архангелы, херувимы, серафимы, все небесные силы престолу Божию предстоящие, святые апостолы, и вы, Петр и Павел, евангелисты, Матфея, Марк, Лука и Иоанн, да даруют Господь нам жажду исследовать священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мужчники и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарм, Смирский и Устин, философ, Космай и Дамьян Андрея, Стратилат и Иерон, мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфимий, Микамедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, сорок святых мучеников, Царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин и Осип, Борис и Глеб. Молите Бога о нас, дабы никто не принял очертания от зверя, Антихрист, Анфиму, Вениамину, дай веру, Старшие родители за такое ложное воспитание. Молите Бога о нас, святые отцы, Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуз, Афанасий Великий, Эфрем Сирин, Антоний Макарий, Макарий, Антоний, Пеодосий, Карилий, Ио, Сергий Радонский, Степан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий, Николай, Макарий, Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания. Молите Бога о нас, да сохранит нас Господь в святой православной вере, А замысел и ретиков, разрушив и что преврати. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фехла первомущенца Фатина Самаринина Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София Наталья Адриан, Варвара Екатерина Перепетую, Татьяна Ирина, Ольга Елена Нина, Мария Магдалина, Мария Египетская, Прискила и Акила, Андроник и Юник, Киприяна Устина. Молите Бога о нас, да дарует Господь послушание и молчание, Сыла мудрия и стыдливости женам и девам, И сохрани их от всяческого поругания, И с Амири откройся, Господи, Дабы она верила в Тебя, как Бога Искупителя, Из-за ее грехи. Припомни ее добрые дела. Исправь мне покорилась Галина, Семейство Евгений, Надежда, Надежда, Светлана, Мария, Раиса, Раиса, Марина, Юлия и Елена, Людмила и Иоанна. И прими нашу молитву, Господи, Воздиание рук, как жертву вечернюю, Благоухание приятное, Перед престолом благодати Твоей, Божия. И соедини молитву нашу с молитвой Всех святых, молящихся к Тебе на небе и на земле. Услыши и исполни молитву всех, Молящихся о нас во благо нам. Господи, Принашу молитву о всех заповедывших нам молиться о них. Спаси их и помилуй, Пощади детей Твоих плененных, пытаемых. И даруй, Господи, Все необходимое детям Сирии. И нас помилуй, Милости Твоей я ради. Аллилуйя. Говори, владыка, Слушай ты, да слышит раб Твой. Доброе утро. Доброе утро. Все. Что там владе делает? Ну-ка посмотрим. Рыба вся тут есть. Смотри, как утираются. А это, видать, поела уже. Живот чешет. Все. Вот видишь, все. Ну что ты, Володя, убрал-то? Плохо это сделал. Все. Поставь. Да она горела, потому что. Во время молитвы она... Да-да-да, я понимаю, ложкой ее перековыривайте. Сейчас. Это картошка, видите, какая мелкая. Но мы ее варим, потом счистим. Маленько пожарим, ну и она едет все как надо. Вот это наша утренняя молитва. Держи сюда. Вы меня тут молитву пекаете. Занимайтесь. Я не застроиться тромбами. Сейчас я посмотрю, как вышло или нет у меня. Вчерашнее выставило. Вчера собрание было. Люди уже спрашивают. Ну и вот оно собрание. Уже стоит. Сегодня получилось немножко у меня побольше, потому что с разных позиций снимали. Я хочу показать, какая разница. Вот что у нас вчера было. Собрание. 143 человека пришло уже. Это, конечно, много для нас. Изучение Святой Библии. Утро. Утро, темнота, проверка. Тоже 50... 96 даже. Вот. Никита стоит. Никита стоит. Забавляйся и делай, что тебе нравится. Серахом 32-14. 104 за 3 часа. Ян Златоус 8. Архипелаг 17. Вот. Главы Библии Святой 4. Насчитаны. А что, разве плохо? Вот я сейчас ткну в Тарозаконе 8.17. Вот смотри, как оно звучит. Будешь ли хранить заповеди его или нет? Он смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, чтобы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. Одежда твоя не ветшала на тебе, и нога твоя не пухла, вот уже сорок лет. И знай в сердце твоем, что Господь Бог твой учит тебя, как человек учит Сына Своего. Итак, храни заповеди Господа Бога твоего, ходя путями Его и боясь Его. Ибо Господь Бог твой ведет тебя в землю добрую, в землю, где потоки вод, источники и озера выходят из долины гор, в землю, где пшеница, ящмень, виноградные лозы, смоковницы и гранатовые деревья, в землю, где масличные деревья и мед, в землю, в которой без скудости будешь есть хлеб твой, и ни в чем не будешь иметь недостатка, в землю, в которой камни, железо, и с гор которой будешь высекать медь. И когда будешь есть и насыщать, и главное, посещаемость самая низкая. То есть, а какое-то незначительное такое показывает событие, ну, совсем незначительное. Ну, вот там же добавляется. Ну, еще тут у нас 4 минуты 20, уже 104, а в Библии всего 5. Ну, это, я на златоусте начитанное. Вот она сейчас, вот толкну его только, вот смотри. Хотя пригласил, что не предала саму тебя, но и ты не свободна от греха, ибо и это особый вид прелюбодеяния, и осталось чистое просление, но телесного, а не душевного. И у тебя совершен грех вполне, если и не через совокупление, то перенедрение. Лучше, скажи мне, ты приглашаешь проходять. Вот, теперь, вот, который выставляю, сейчас постоянно выставляю это, ну, распаковали с нашего сайта. И вот, допустим, архипелаг ГУЛАГ. За этой книгой, это ведь гонялись, сажали за нее. Ну, это все моя начинка. Это почти два спорного. Разбросаны тысячи островов заколдованного архипелага. Они невидимы, но они есть. И с острова на остров надо так же невидимо, но постоянно перевозить невидимых невольников, имеющих плоть, объем и вес. Есть для этого крупные порты, пересыльные тюрьмы и порты. Вот, понятно, что очень важное сообщение. И мимо проходит. А некоторые даже не видели, не знали. Это состояние народа. Наш, вот, здесь православный видеоканал, открытым оком, он, ну, многое говорит об этом. Что, ну, люди, что нуждаются и чем не нуждаются. Вот, сейчас-то кто-то зашел, но если ругаются, то они виноваты. Смотришь, и душа радуется. Мир вам, братья и сестры, слава Господу Богу, отцу и сыну святому духу, пользователь Виола Пономарева. Ну, вот, еще сказать. И счастье. Вообще надо. Смотришь, и душа радуется. Весочника беседа Весочника беседа Весочника беседа Вот смотри, 57 просмотров, немного И вот что, обратите ко всем, как Давид Кац обращается, тут очень большое у него обращение Ну почему не обратите-то, и обращается, вот она даже можно показать, вот что она обращается Позвольте обратиться ко всем верным во Христе, братья и сестры Знать, что сегодня делает Бог, и делать это вместе с Ним, во многом определит успех служения и будущее каждого В наши дни Господь осуществляет два Приоритетных дел восстановления Израиля на прежнем месте И восстановление церкви в первоначальном состоянии Цель восстановления Израиля – возвращение Господа Иисуса Христа во славе Восстановление церкви, чтобы все пришли в единство веры и познание Сына Божьего Были проповеданы Евангелия по всей земле Для достижения этих задач уже нужно постоянные молитвы, верующих в мировом масштабе Молиться можно простыми словами, в любое время, пожалуйста, не оставляйтесь и оставайтесь равнодушными Восстановление церкви приоритетно Израиля на прежнем месте Только разве это? Через это Господь желает привлечь их, чтобы они приняли Его как Спасителя мира Почему Он не указал это? Меня это сразу насторожило На прежнем месте Грешили, грешили, Иерусалим от края до края кровью наполнили Как Писание нам говорит, молитва монастыя об этом Особенно Плач Еремия Господь пришел к погибшим овцам Израиля Скотомогильник И что, восстанавливать его? Нет Чтобы они обратились и покаялись Тут нужно просто знать, о чем молиться-то А так, ну что говорить-то? Вот мы сейчас только посмотрели По милости Божьей, сегодня я что выставил Причастие снимал Владимир Пащенко И снимал Пупков Сергей Вот это 12 минут, а у этого 13, почти одинаково Но они в разных местах стояли, и показать Более обширно, объемно Ничего-то особенного нет Событие дня, 51 просмотр Примера, какая посещаемость, уже догадываешься А, вон как, вот Молдавия, разговаривала с ним 321 321 Дорогой гость из Казахстана Рахель Загидолина 1032 просмотра Вот она сидит Неповоротливый режиссер Вот смотри Какая социальная Людей это заинтересовало Дальше вот, проповедь у меня в стихах Всего 41 А она больше тысячи взяла Почему? Это интересно Вот сейчас я даже могу открыть немножко и показать 16 декабря 2017 Фотографии Обычно я не хожу никогда Я сейчас немножко гляну, где она А то мы уже горнулись Домой Ну ладно Ну давайте С Болгого И ты тоже ездил, да? Нет, я просто стал встретить Вот что-то О, Игнатик Я пришел Вот она Арахель Арахель приехал, да? Ну Еще не повредилась Нет, слава Богу Нет, слава Богу Все, я тебе передаю Надежда Васильевна Вот показать Видите, какое у нас красивое утро сегодня Не записывай Некоторые Благодать Духа Святого уменьшается Или как-то там Володя, как она правильно-то сказала Ну-ка это Истощается Сокращается Истощается Истощается Если снимать Ну понимаете, ну Предсказурки всякие Как это может быть? Наоборот, люди Бога прославляют Они видят Вот сейчас я даже если посмотреть Так Где она тут у меня? Где Дулина-то? Где-то здесь вот рядышком Еще сейчас потерял Вот Вот она Вот А люди как смотрят сейчас? Я задержусь Положительное Сколько? Положительное 33 Пальцем вниз 3 33 Разница А что отрицательного? Ну откуда я знаю Есть люди, которые Машинальные идут И везде ставят Ну покосники Там тролли Флуды называют их Которые много расставляют Своего-то ничего У них и нету Поэтому они так и делают Вот я, видишь С утра пораньше Уже показал Вот как у нас Утро начинается Вот сегодня я выставил 12 видеороликов 12 За раз За один день Понятно И Библия И Златоуз И в церкви считает Брат стоит Вот Вот он Игорь считает Иоанн Златоуз Приобщение Святых Тайн Он считал-то Когда? Неделю назад И у нас получилось Как раз на это И как раз Пощищение Вот У нас вчера был День Благодарения Богу И как раз Причью День Благодарения Десятерых и очистил И вернулся кто? Какой веры? Которого зазирали Ни во что ставили Сектантом считали А он вернул в Бога И вернулся Кланялся И благодарил Бога А где остальные? Домой, домой, домой Я и так много пропустил Пока болел Надо успеть там Крышу покрыть Надо там Свиней накормить Курей Вот такая история Сейчас будет Немножко считать Володя Ты сильно занят-то? Валенька Говори, говори Сейчас вы Что ты хочешь сказать? Что ты хочешь сказать? Сегодня у нас Татьяна повезет По городу По городу Я хотел попросить Татьяну Вот видишь как Я вчера еще хотел сказать Говорю, чтобы Татьяна Повезла во все храмы Где есть Можно даже и меня взять с собой А ты не поедешь Ты не нужна Ты болей дома Все Так поедем И где-то встречи какие-то будут И постараемся Это все заснять Хорошо было бы Если с нами поехал Володя Это было бы лучше Я как гид Буду проходить Говорить Володя Никуда не работайте сегодня Хорошая мысль Я это с первого дня думал Думаю Как это сделать И думаю Позвонить Тане Чтобы она приехала Не надо Ну зачем это? Дорога идешь Качаешься Падаешь Ну маленько Смиряйся Тебе здесь болеть надо Все время голова кружится Почему бы днем ложиться Какие бы замечания ни сделал Никогда днем не ложись Никогда А вот так Откинься сидя Вот я сижу Вот у меня сумочки разные Ну бывают И вот сегодня уже Два с чем-то часа был Я уже встал Это с этого времени Все уже И никогда не ложусь Вот я сумочку беру На голову ее накинул Днем Положу сюда телефон Маленько глаза прикрыл Руки вот так в рубашку На двух сторон И в сторону Чтоб кулаки-то не выпали Тепло Вот 15 минут И как кто толкнет Так вот Ту-ту-ту Дверь стучит Я соскакиваю Кто? Никого нету 15 минут А спать-то охота Все уже соскочил Если утром я встаю Голова кружится Что-то не понятно Кровь-то прихлынула Она переворачивает И сколько бы ни говорила Она не слышит это То есть она любит болеть Чтобы ухаживали Крутились вокруг И когда скажешь Обижается на это Ну это всем понятно Я наказал Вот она Татьяна записывает больных Я говорю У меня записала А что ты записала Ну у вас что-то болело Не болело Вычеркни Батюшка Батюшка когда Ну Собор Епископ тут был Епископ проходит Давай я вас По собору Я говорю Не надо Я здоров У меня собор Это врач Кровей больницы Вот он У меня что-то болит Я ему подойду И покажу Где это Надо лечить Я вижу По глазам Что можно Обойтись Обойдусь Не надо Я считаю После 60 лет К врачам лезти Не надо Ну упал там Операцию делать Это другое дело Это всегда надо А это нет Чуть где-то Маленько Я толкнула К врачам Пускай молодых Лечат В аварию Которые попали Там мало ли что Не надо Я больной А чем болеешь Ничем я не болею Ничем Так не забудь Володя Когда картошку будете делать Больше никогда Так не делайте Меня позовите Только вылили Я бы сейчас Прогрелся Над картошкой Картошка Ну пар Когда осталась Без воды И закрылся И дыши Ингаляция Все здесь Придумают Лекарства Такие Надо там Это Ничего этого не надо Сегодня стали спрашивать Что человеку надо И он Специально взял Выписал Не меньше Десяти лекарств Ежедневно Не меньше Но ясное дело Что Это Смертельно опасно Они Если что-то Где-то Тормозят То Другой орган Начинает ослабевать Вот температура У человека Тридцать девять Нормально Уже Тридцать девять Где-то с половиной Этот жар Начинает Микробы уничтожать Он борется У человека Огромный потенциал Смотри как Вот у меня было Внезапно Нога тут отнялась И врачи приехали Там вызвали Настояли на этом Ты не слушаешься Не бережешь себя Приехали Поговорил с врачами И отпустили их А как Ну мы тебя увезем Там сейчас осмотр А дальше Ночь Ну а дальше Назад мы не повезем И кто меня На станках повезет А тут я допрыгал И вот сидел Встал Встать не могу Вот до сих пор Как будто Боль такая Как сломанная нога Я на одной ноге прыгал Шевернуть нельзя Помолились Все Утром встал Как будто никогда не болело А я бы врачей А я бы уколы принимал Да зачем это надо И время потерял Не надо Я таблетки еще не сделал Это все вредно И как Ну перемощь Господь знает Через это нас укрепляет Вот вчера Сергей Козлов вышел Вчера на нас На занятиях был Мы с ним побеседовали Ну тут записано осталось Вот такое дело Тогда мы пойдем Да сейчас Ну сейчас пойдете Мы можем сейчас посчитать Немного Слова Божия Ты посчитаешь? Давай сейчас Никита посчитает Давайте послушаем Какой-то первый том Сейчас Иоанн 11.4.6 Иисус услышав то сказал Эта болезнь не к смерти Но к славе Божией Да прославится Через нее Сын Божий Иисус Желебил Марфу И сестру И Лазаря Когда же Услышал Что он болен То пробыл Два дня На том месте Где находился Толкование И сын И сын И сын Иисус Иисус Истинно Бог Так же Как и отец Ибо У кого Одна слава У тех Одно и существо Посему Посему-то Господь И остается Столько времени Что началось Уже разложение И сама Сестра Говорит Что уже Смердит Иоанн 11.7.10 После этого Сказал ученикам Пойдем Закладка Просто стоит Иоанн 11.17.20 Иисус Пришел Нашел Что он уже Четыре дня В гробе Вифания Была Близа Иерусалима В стадиях Пятнадцати И многие Из иудеев Пришли К Марфе И Марии Утешать их И в печали Обрать их Марфа Услышавши Что ей Идет Иисус Пошла На встречу Ему Мария Жа сидела Дома Толкование Господь Намеренно Промедлил Чтобы Лазарю Исполнилось Четыре дня Потом Пошел Чтобы чудо Сделать Со всех сторон Свободным От клеветы 21.28 Стихи Тогда Марфа Сказала Иисусу Господи Если бы ты был здесь Не умер бы брат мой Ну и теперь Знаю То чего ты попросишь У Бога Даст тебе Бог Иисус говорит ей Воскреснет брат твой Марфа Марфа сказала ему Знаю Что воскреснет В воскресенье В последний день Иисус сказал ей Я Семь Есим А тут семь Я есть воскресенье И жизнь Верующий Верующий в меня Когда Господь Воскресенье Когда Господь придет Верующих Воскрешу В последний день И не надо тут ничего придумывать Так Я на этом заканчиваю А вы считайте дальше Мне уже отходить пора Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому